Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Это Феодосия. Здесь новый взрыв на нефтебазе. Кроме того, в выпуске прорыв российской армии под Курском и очередной скандал вокруг шамана. Это новости в воздух. Ставьте лайки. В Крыму новый взрыв на горящей нефтебазе. Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? СМИ утверждают, что взорвался еще один резервуар с топливом. Окупационный губернатор региона Сергей Аксенов назвал кадры со столбом пламени, я процитирую, выбросом горючих материалов на одном из терминалов. Слово «взрыв» Аксенов, конечно же, не употреблял. По данным местных властей, факельное горение в этом конкретном резервуаре уже прекратилось. Но в целом пожар на морском нефтяном терминале не могут потужить пятые сутки. Из прилегающих районов эвакуированы 1137 человек. Объявлен локальный режим ЧАЭС. Нефтебазу в Феодосии в ночь на 7 октября атаковали украинские дроны. Или по одной из версий ракеты «Атакамс». Здесь более 30 топливных резервуаров разного размера. Сколько именно резервуаров пострадало, неизвестно. Ну а Z-блогеры отчитываются об успешном прорыве российской армии в Курской области. Их слова на одном из направлений подтверждает и украинский портал «Дипстейт». Судя по этим данным, Украина потеряла почти 40 квадратных километров территории Курской области в Кореневском районе. Издание агентства отмечает, что по сути это самая большая территориальная потеря ВСУ на этом участке фронта с 14 сентября. Про военные телеграм-каналы также пишут об атаках ВСРФ в Суджанском районе. Но успех или провал там пока подтвердить не удалось. Военный обозреватель Ян Матвеев считает эти удары началом наступления российской армии в Курской области. В украинской же Одессе 4 человека погибли в результате российского обстрела накануне вечером. Такие данные приводит глава областной администрации Олег Кипер. В результате ракетной атаки разрушен двухэтажный жилой дом. Людей достают из-под завалов. 10 человек получили ранения. Также в местной больнице умер пострадавший от атаки на Одесскую область накануне утром. Еще один человек погиб в Харьковской области после обстрела села Кругляковка. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. 20 лет колонии строгого режима получил так называемый ветеран, так называемые СВО за двойное убийство. Незаконное проникновение в жилище и умышленное уничтожение чужого имущества. 24 февраля этого года 36-летний Виктор Савинов сначала забил ломом собутыльника, а затем зарубил топором вдову своего дяди Валентину Федорову. Женщина умерла на месте, а Савинов поджег дом вместе с ее телом, чтобы скрыть следы преступления. По данным местных СМИ, Федорова победитель конкурса «Лучший учитель России». Дочь убитой рассказала, что накануне убийства Савинов ходил по селу и жаловался, что его не уважают. Федорова позвонила главе села и пожаловалась, а тот вызвал участкового. Но полицейский не стал арестовывать горе ветерана, а отправил отсыпаться. На следующий день Савинов вернулся и убил Валентину прямо у нее дома. Родным даже не показали ее тело настолько сильно, она была изуродована. Ранее Савинов уже был судим за убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон машин, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. Но срок он не отсидел и уехал на фронт. Виновника другого чудовищного убийства пока не осудили, но в преступлении тоже фигурирует топор. 46-летний айтишник из Москвы зарубил жену, потому что ему надоели постоянные скандалы в семье. Трагедия произошла во время отдыха за городом. Чтобы скрыть преступление, убийца спрятал тело жены в ближайшем лесу. Через несколько дней полиции все-таки удалось раскрыть преступление, а самого айтишника задержали. В Пермском крае в результате ДТП погибли 4 человека. Все произошло на трассе Пермь-Екатеринбург. Водитель машины Мерседес-Бенц выехал навстречу и столкнулся с фурой. Все пассажиры и водитель легковушки погибли. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Ну а в городе Раменское Московской области в пожаре погиб ребенок. В одной из квартир многоэтажки вспыхнул огонь. В это время 6-летний ребенок был один дома. Сообщается, что когда пожарные вынесли его из огня, мальчик еще был жив. Спасатели обнаружили его на балконе без сознания, но спасти ребенка не удалось. Детали произошедшего уточняются. Эксперты устанавливают, были ли соблюдены в квартире нормы безопасности. Однако, по предварительным данным, именно отсутствие взрослых могло способствовать трагическому исходу. Друзья, я прервусь на минуту, чтобы сделать важное объявление. Я напоминаю, что у нас есть бот обратной связи. Если у вас есть важная информация на любую общественно значимую тему, и вы хотите сообщить ее нам, пишите в бот, присылайте фото, видео. Ссылка на экране и также найдете ее в описании под роликом. А в подмосковных мытищах семейную пару расстреляли из-за конфликта вокруг парковочного места, которое они не могли поделить с соседом. Женщине удалось спастись, а ее муж погиб на месте. Как пишет телеграм-канал Мэш, накануне вечером, когда 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий Вершковы выгуливали собаку, из ниоткуда появился мужчина с огнестрельным оружием. Он выстрелил у Вершковых не менее пяти раз. Ирине удалось сбежать, поймать машину, и водитель отвез ее в больницу с ранениями. А вот муж погиб на месте. Нападающим оказался сосед пары, 52-летний Алексей. Он подкараулил Вершковых в лесу. Позже убийцу нашли мертвым неподалеку. Предварительно он покончил с собой. Еще одно происшествие в Подмосковье. На бывшего зампреда правительства Ингушетии совершено покушение Воденцова. Шерип Алихаджиев получил два огнестрельных ранения. Сейчас он в реанимации. По данным Следственного комитета, накануне вечером неизвестный выстрелил в Алихаджиево четыре раза около его дома в деревне Лапино. Кроме Ингушетии, Алихаджиев также работал в Чечне и, как пишут СМИ, был близок к Рамзану Кадырову. Последние годы чиновник был помощником одного из депутатов Госдумы. Днем ранее Кадыров обвинил сенатора Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ревзвана Курбанова в планировании своего убийства и в перестрелке у офиса Вайлдборис. Налог на бездетность в 30-40 тысяч в месяц предложил директор Института финансового университета Алексей Зубец. Из этих денег он предлагает финансировать проект по демографиям. Цена проекта по демографии – несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим. По его мнению, эта сумма эквивалентна содержанию детей в месяц для семьи, и те, у кого нет детей, должны отдавать излишки государству. Семьи с одним ребенком тоже должны платить. Директор Института считает, что в нормальной семье детей должно быть как минимум двое. Те же, кто не может завести детей по медицинским показаниям, по его версии, тоже должны давать отчисления. К счастью, это пока только предложение. Певец-шаман так и не передал часть своего гонорара пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Ранее издание «Урал-56.ру» писало, что представители артиста договорились с местным губернатором пожертвовать деньги. На недавний запрос СМИ Open Day в мэрию Оренбурга там ответили, что денег не поступало. Я напомню, что Ярослав Дронов выступил на дне города в столице региона за 16 миллионов рублей. Это, по данным депутата Госдумы Нины Останиной, возмутило жителей, учитывая, что не все в регионе получили компенсации за ущерб от паводка. Останина тогда написала обращение к губернатору региона. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, шаман отдаст все-таки деньги или попробует как-нибудь замять историю? Ну и несколько слов о видеодня. В СМИ распространились кадры, на которых губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытирает сопли о куртку начальницы лесничества Елены Шаляпиной. Так жест губернатора охарактеризовал близкий к силовикам канал МЭШ. История сама по себе комичная, но еще более комичным оказались официальные комментарии. Зампред правительства Забайкалья по информационной политике Вячеслав Кулаков заявил изданию «Подъем», что Осипов этот момент не помнит. В правительстве передали слова Осипова, и я приведу цитату. Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину. Конец цитаты. Ее же, по словам властей Забайкалья, история действительно не расстроила. И это все новости к этому часу. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал. Еще, конечно, обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы публикуем все наши выпуски, в том числе для вашего удобства в аудиоформате. И, конечно, оставайтесь с нами, берегите себя и всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok